Пока в одних кабинетах молодежного центра идут занятия с детьми, из звукозаписывающей студии доносятся громкие мужские голоса, звуки трубы, тубы, барабанов. Военный оркестр Саровской дивизии принимает участие в новом сезоне проекта «Десять песен атомных городов». Оранжевые песни, оранжево поют. Идея проекта «Десять песен атомных городов» проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования. Находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их. Таким образом собирается необычная аранжировка и звуков, и голосов исполнителей с разных уголков страны. В новом сезоне география участников значительно расширилась. Организаторы проекта уже посетили 20 городов и, наконец, добрались до Сарова. Саровские музыканты вообще отличные. Если вот так получилось, что два города в нашем плотном графике, всего два города, на которых мы выделили три дня, именно по причине того, что есть большое количество именно музыкантов. И вот один из городов – это Гла, Ковров, а второй – это Саров. Три месяца плодотворной работы без выходных ради того, чтобы жители нашей страны смогли увидеть 10 новых уникальных клипов, но уже известные и любимые многими песни. За это время создатели проекта успели не только отобрать участников и снять видеоматериал, но и устроить в рамках проекта десяток концертов. Что новое, кстати, в этом году – это у нас появилась история, опробованная, кстати, в городе Саров. Это мы сделали живую версию нашего проекта. В прошлом году уровень исполнителей был настолько высок, что в этот раз было сложно отобрать участников. Но все-таки новых интересных музыкантов зритель увидит. Первый клип появится в сети уже в декабре. Мария Рунчер, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.